ДИК ПРАВДА ДИК ПРАВДА Трансформер Ну, то есть, там можно проводить, скажем так, как сказать Все что угодно Да Да, да Я понимаю Подожди, давай так, вот сейчас сразу ты говоришь Да, это не только для ивентов То есть, это какое-то пространство объединения Да Я практически, наверное, всех знаю, кто вот является лидерами определенным в этом во всем, потому что все, кто выступали, то есть есть направление, там, к примеру, в лице тебя танцевальное, есть направление музыкальное, именно там какой-то диджейское. Там и диджей, да. Да, есть бизнес-направление определенное, то есть это вы собрались вот этой своей компанией, а не сделать ли нам свое место, хватит платить этим негодяям с других мест для того, чтобы мы у них тренировались, проводили свои мероприятия, делали еще, да. Давайте сделаем свое место, которое будет под наши нужды подходить, будет нашим, вообще будет таким крутым, верно? Вот такая мысль была, идея. Вот примерно, да. Какие направления, вот Эдуард, на какие кружки? Можем ли мы его на макроме записать? Что представлено на данный момент? На данный момент? Ну вот хотите, вот сейчас Лера расскажет вам. Давай, Лер. Лера, расскажите, пожалуйста. На самом деле очень-очень разные направления, то есть мы работаем в разных форматах, но на данный момент, по прошествию месяца, например, грубо говоря, мы можем разделить так. Это творческие направления, это направления музыкальные, то есть отчетные концерты и тому подобное. Это направления танцевальные, которые курирует Олег. Также школа диджейнга, которая у нас дает прям серию мастер-классов часто. Это Арчи. Это Арчи, да, и компания. Также есть направление спорт. Мы сотрудничаем со школой идеального тела, которая у нас проводит тренировки. Как звучит? Подождите, школа идеального тела. О, правда. Что школа идеального тела? Нет, Дима, мы с тобой не туда ходим. Да я даже думала. Ты простит нас, товарищ. Нет, я могу просто ходить смотреть на идеального тела и потом ходить. Есть у школы инстаграм, скажите. Конечно. Все, Дмитрий, подпишись. Хорошо, школа идеального, спортивное направление, представленное школой идеального тела. И лекции о здоровом питании. Соответственно, вся совокупность того, что может быть. Да, здорового образа жизни. И также бизнес направление, образовательное направление – это тренинги, семинары, лекции, связанные тоже с самой разной темой. От командных навыков до, не знаю, личностного роста и построения карьеры. Это наши тоже резиденты. Это проект Brain Tops, который делает у нас серию тоже лекций, семинаров, тренингов. Какая вот сверхзадача на данный момент все-таки есть у правды? Это все, пока вы начинаете. Выдайте нам все-таки какой-нибудь секрет, к чему вы стремитесь, к чему вы идете. Потому что это в любом случае, наверное, изменение менталитета наших активных молодежных каких-то движений. Потому что вы хотите собрать вокруг себя какую-то маленькую субкультуру местную, локальную, для того, чтобы она дальше двигалась. Но двигалась к чему? Ну, на самом деле, когда мы создавали вот это пространство и плюс еще, плюс еще, думали над названием, почему название «Правда». Да, я сейчас объясню. В чем сила «Правда»? В чем сила. Ну, скажем так, когда мы собрали там всех вот этих вот у нас лидеров мнений, скажем так, да, вот, мы думали, как вот все это вот, ну, примерно назвать. Мы думали, что-то нужно придумать с тем, что, типа, мы делаем настоящие вещи. Ну, то есть, да, вот, да, true, именно, да, вот, real. И слово, которое просто вылетело случайно, правда, вот. И такие, блин, да, прикольно. Изначально мы были как творческий центр, вот, думали о том, что, типа, ну, это рабочее название было. А потом просто, типа, так, ДК, дом культурных. Культурных. Да, культурных. Да, мы, то есть, дом культурных, правда. Вот. И до этого у нас еще было такое, ну, не то, чтобы там название, пытались понять, к чему мы должны прийти. И есть идея о том, что, поскольку мы собрали очень-очень там, скажем так, много наших вот таких представителей различных культур, хочется не просто сделать презентацию своих сил каждого, а чтобы каждый увидел силу своего, скажем так, соседа, напарника и сделать что-то в итоге интересное, совместное, благодаря усилиям и достижениям. Да, это просто намного интереснее, нежели каждый будет соло что-то делать и все, интереснее вот какой-то там процесс соединения сил. Ну, в общем, нам необходима кооперация и синтез этих сил для того, чтобы явить. По поводу всех мероприятий, я понимаю, есть мероприятия, которые разовые, ну, то есть, которые прошли и прошли, а есть мероприятия, которые на постоянной основе. Ну, вот глядя на Олега, я прекрасно понимаю, что танцевальное направление в любом случае представлено. Танцевальный король Роздова, можно тебя так назвать? Что есть из такого постоянного, куда, ну, уже точно можно, ну, значит, ты попадешь только, правда, если туда придешь, можно записаться на танцевальные какие-то направления и еще на что. Да не только, ну, что значит, стоп. Давай, не только танцы, сначала. Я говорю, что еще, кроме танцевального? Ну, танцевальное направление, понятно, это современные танцы. Насколько я помню и представляю, чем-то локинги, поппинги, вот эти вот все, да. Поппинги? Но поппинги это ты помнишь. Я такого не помню. Ты такого и не говорил. Как-то да, я такого не говорил. На самом деле, я думаю, лучше пусть Лера расскажет на эту тему. Ну, во-первых, из постоянных проектов у нас есть пятницы, у нас есть вечер современной хореографии по пятницам, это постоянное мероприятие, это перформансы. Я понял, почему Олег попросил тебе рассказывать, чтобы он просто сидел рядом и улыбался. Наслаждался речью о танцах. Потому что он не может. Зачем самому говорить? Так, слушай, так, секундочка. Я поэтому и просил рассказать, что не только о танце. Я понимаю, что есть занятия. Может, пойдем, выйдем, потанцуем? Занятия. Где выраешь на батл? Он не умеет танцевать. Это ты зря так думаешь. Итак, Валерия, прошу. Да, это вечера современной хореографии по пятницам, когда мы приглашаем разные танцевальные объединения города. Это, конечно же, мастерская танца Фангенштейн, это также наши друзья-резиденты из Дома танцев Кувырком и различных других проектов. И также мы проводим такие крупные мероприятия по выходным. Например, в эти выходные у нас будет даже два очень интересных мероприятия. В субботу это первый фестиваль такого стиля танцевального, как вакинг. Он будет называться «Южный махач». О, как звучит классно! Вот тебя пригласил, Олег, выйти по танцам. «Южный махач». Пойдем помашемся. Класс, звучит круто. Этим давным-давно занимаюсь. Это хорошо. Так «Южный махач». И в воскресенье у нас тоже будет такое крупное мероприятие. Мы будем отмечать день рождения хип-хопа. Это будет праздник фанг-сэшн. У нас будет очень много приглашенных гостей, как из танцевальных разных объединений по всей России. У нас будет вечеринка, у нас будут лекции, мастер-классы. У нас будет даже приглашенный спецгость. Вахтанг. Это вахтанг, да, битбоксер. Я понял, я понял. Я знаю. Будет очень-очень крутое мероприятие такое масштабное. Так что мы всех приглашаем и всех ждем. Расскажите, пожалуйста, как называется Инстаграм, где вас можно найти, смотреть афишу ваших мероприятий. Ну а мы, со своей стороны, честно обещаем правдиво, что выложим все в наш Инстаграм и в наши социальные сети. Ссылочки на вас для того, чтобы все заинтересованные могли на вас подписываться и оставляться в свои комментарии. И лайки вам ставить. И быть в курсе самых актуальных событий. Да, наша афиша мероприятий постоянно обновляется. Она есть как на страничке ВКонтакте. Название «Творческий центр. Правда». И также в нашем Инстаграме мы регулярно рассказываем обо всем, отчитываемся обо всех уже проведенных мероприятиях. То есть выкладываем фотографии, видеоотчеты и тому подобное. Это наш Инстаграм «ДК Правда РНД». «ДК Правда РНД». Да, подписывайтесь, лайкайте, следите за нами. Дима, поставь лайк, я у меня руки просто заняты. Я, пожалуй, этим сейчас и займусь, потому что нужно будет подписаться. И знаете, что еще очень интересно, что мы за эфиром успели обсудить один момент. И вот я хочу, чтобы Олег, наверное, эту мысль еще раз в эфире озвучил. О том, что я знаю, что вы приглашаете к себе интересные проекты. Но вы делаете это не с какой-то крамольной целью, а с одной определенной мыслью. Конечно. Для чего вы зовете к себе новые проекты? Конечно. Ну, прежде всего, прежде всего, прежде всего, это площадка для, ну, скажем так, демонстрации своих сил и, наверное, тестирования своих каких-то новых идей для реализации своих каких-то планов новых. Вот. И, конечно же, хочется, поскольку у нас стекается очень много, скажем так, культурных сил, вот, хочется, чтобы они не то чтобы объединялись, а видели силы друг друга и при этом могли взаимодействовать и создавать что-то еще более интересное. Ну, не то, что более интересное, что у них и так есть, а именно иное. То есть, может быть, то, чего не было в Ростове, на юге России, может быть, в России. Об этом мы узнаем чуть позже. Ну, вот, пусть это и все и получится у вас. Конечно. Мы вам этого искренне желаем. Пусть правда идет большими шагами по Ростову, ну, и по России, если такая возможность представиться. Спасибо, что пришли. Мы вам желаем успехов. Удачи. Пусть все сбывается. Пусть все сбывается. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.